Сейчас в выставочном зале Госархива стоят пустые стеллажи. Новую выставку к 75-летию Победы будут собирать еще месяц. Главная тема экспозиции – жизнь города вдали от боевых действий. О ней расскажут более 200 документов. Это дело посвящено выпуску продукции Барнаульского меланжевого комбината. В деле есть образцы ткани, которые выпускались как раз с 1942 по 1945 год на Барнаульском комбинате. Главные экспонаты выставки – отчеты о работе заводов в тылу, письма с фронта, личные дела красноармейцев, агитплакаты военного времени. Изюминка на торте – листовка Третьего рейха. Такие листовки над Алтайским краем не разбрасывали, но одна все-таки до нас добралась, и хочется процитировать небольшой отрывок. Например, германское командование дало распоряжение, чтобы каждому перебежчику выдавалось особое удостоверение личности. То есть этот лист давал гарантии на мирную жизнь, но на самом деле все было совершенно не так. Агитационные листовки обещали дезертирам мирную жизнь, а на деле предатели оказывались в концлагерях. Наказание получали и те, кто просто поднимал их с земли и зачем-то сохранял и после победы над фашизмом. Эта листовка была изъята при обыске, как вещественное доказательство приобщено к делу против человека, который обвинялся по 58-й статье, по пресловутой политической статье. Таких дел у нас достаточно много. И вот таким образом среди документов оказался у нас подлинник вот этой листовки. Конечно, интересны, прежде всего, подлинники. Несмотря на нашу большую работу по созданию копий документов и расширению удаленного доступа к ним, все-таки для настоящих краеведов историков всегда интересны подлинники. И они всегда, конечно, все равно вызывают повышенный интерес всех посетителей наших выставок. Познакомиться с барнаульскими военными годами в документах можно будет уже в середине апреля. Подавляющее большинство экспонатов выставки – подлинники. Часть из них можно будет даже потрогать. Дарья Демиллер, Николай Шелко. День с толком. Продолжение следует...